26 лет Роза Журавлёва проработала в пожарной охране, поэтому опыт диспетчера у неё уже имелся. Ей также поступали звонки на 0-1 разного характера. Однажды она узнала, что производится набор операторов службы 112 на базе ЕДДС и, не раздумывая, решила пройти собеседование. Её приняли на работу. Роза вместе с другими сотрудниками прошла первоначальную подготовку в спеццентре, где операторов познакомили с самой программой системы 112. Учили работать именно с системой, с программой 112, принимать вызовы, правильно оформлять всё, записывать сообщения, адрес. Потом с нами работали и психологи, и лингвисты, потом издавали зачёты и пришли уже сюда более-менее подготовленные. Хоть при режиме работы сутки через трое усталость со временем накапливается, но, как признаётся Роза, операторы с ней справляются легко. Как-то здесь быстрое время проходит, общаемся с людьми, как-то пытаемся помочь, но потом за трое суток восстанавливаемся, трое суток можно же восстановиться. А потом я уже привыкла, уже работаю столько лет и сутки трое, так же и в пожарной охране. Рабочий день операторов ЕДДС начинается с 9 часов утра. Они заступают на дежурство, проводится развод. Руководство рассказывает диспетчерам о происшествиях за прошедшие сутки и начинается работа. Роза добавила, что в связи с печальными событиями, произошедшими недавно в Санкт-Петербурге, у людей появилась особая бдительность и сейчас стало поступать много звонков о подозрительных предметах. В мечтах у Розы Журавлёвой закрепить высокое звание лучшей службы ЕДДС по Центральному федеральному округу и, конечно, с каждым годом стараться совершенствоваться. Она добавила, что свою работу очень любит потому, что помогать людям всегда приятно. За прошедший год в Одинцовскую диспетчерскую службу поступило порядка 400 тысяч звонков, а только за первый квартал 2017 года их уже более 100 тысяч. Но, как отмечает директор ЕДДС Одинцовского района Сергей Иванов, в экстренную службу также поступает немалое количество вызовов ложных. Ложные звонки присутствуют. Значит, здесь нужно понимать, что подразумевается под ложными звонками. У нас, в большинстве случаев, это, допустим, родители заботятся о безопасности своих детей. И в обыкновенном мобильном телефоне есть такая функция, как СОС-кнопка, да? И бывает, что и дети, значит, играют этими вопросами. А есть моменты, связанные действительно уже возрастные люди в состоянии алкогольного или другого наркотического состояния, бывает тоже от них тоже мы имеем очень много звонков. В ЕДДС Одинцово есть и доступ к камерам видеонаблюдения со всего Одинцовского района. На сегодняшний день их более 700. Сейчас проводится оценка качества подаваемых сигналов. Программа «Безопасный регион» находится в тестовом режиме. Также включены уже камеры. Это поселение Кубинка, значит, большие веземы, значит, городское поселение Одинцово, соответственно, и ряд других поселений уже предварительно начинают включаться в эту деятельность. Значит, сейчас мы делаем проверку обзора камер, как они фиксируют события, происходящие на территории. Стоит добавить, что в Одинцовском районе, благодаря слаженной работе операторов службы 112, скорость обработки запроса значительно увеличилась.